приветствую разработчики на связи киберстарс энтертеймент это четвертый урок из серии знакомства с анрил энджин 4 в котором мы продолжаем разбирать панель мод которая содержит 5 вкладок это 5 режимов редактирования и в этом уроке мы разберем четвертый режим fallage это режим создания растительности с помощью него можно наносить на поверхность объекты в большом количестве в этом уроке мы рассмотрим как устроен режим fallage и как им пользоваться чтобы размещать объекты в больших количествах например деревья или траву на поверхности ландшафта например в открытом мире или на простом уровне и при этом это не будет нагружать систему мы подробно разберем все инструменты режима fallage а также настройки растительности например такие как плотность размещения или дальность прорисовки и остальные настройки также я покажу как в режиме fallage расставлять блупринты по сцене и как их можно проанимировать затем покажу как устанавливать из marketplace бесплатные ассеты ваш проект например те же самые деревья или траву для дальнейшего размещения их на карте после чего заранее созданном с помощью world composition открытом мире создадим простой пейзаж на фоне гор используя сторонние ассеты скачаны из marketplace и потом добавим туман поехали итак я заранее подготовил созданные с помощью карты высот ландшафт и теперь можем рассмотреть режим fallage этот режим предназначен для расстановки растительности на карте мы помещаем сюда объекты которые хотим расставлять перекидывая их из контент браузера в область fallage type вот сейчас и перенесу пару объектов из папки props которая входит в стартер контент их может быть большое количество и с помощью кисти нажав левую клавишу мыши расставляем их этот инструмент расставляет объекты в случайном порядке в области кисти которая виде сферы получилось довольно таки плотно мы можем отключить галочки у тех объектов которые не хотим расставлять по сцене также установить или снять галочку можно просто двойным кликом простыми словами мы как бы отмечаем галочкой какой статик mesh будет участвовать в следующем нанесении на поверхность и в дальнейшем будет расстановлена только то что имеет галочку при этом здесь будет указано количество ассетов которые используются в этой группе мы можем сохранить конкретный ассет вместе с его настройками вот настройки сохранились виде ассета и перетаскивать его на сцену мы не можем только использовать с инструментом fallage откроем его здесь внутри сверху идет сам статик mesh который мы расставляем по сцене и ниже настройки расстановки к примеру их плотность расстановки или дальность прорисовки к этому мы еще вернемся если удалить сохраненный ассет из контент браузера то со сцены исчезнет весь рисунок а точнее говоря instance в котором использовался данный static mesh и при удалении из панели fallage эта модель удаляется из всего слоя растительности причем если бы я расставлял также большое количество стульев только по отдельности начались бы серьезные проблемы с производительностью потому что количество запросов на отрисовку было бы равно количество расставленных объектов ну а здесь они все как один объект это большое количество инстансов то есть копий собранных в один объект и при отрисовке каждого элемента в данном случае это стул нет необходимости вызывать каждый элемент отдельно тогда бы это было миллион запросов а так достаточно сделать запрос по одному адресу к одному исходному объекту таким образом это увеличивает производительность и большое количество объектов на сцене не нагружают систему такие повторяемые копии объекта называются инстансы они отлично подходят для создания растительности в большом объеме режим размещения растительности также имеет в себе набор инструментов первый инструмент это paint это инструмент размещения или удаление растительности и каждый инструмент также имеет свои настройки которые практически одинаковые brush size это размер кисти paint density плотность объектов которые будут располагаться и райс дэн сити плотность ранее вот я наношу объекта на поверхность с помощью левой клавиши мыши инструментом paint теперь изменю расстояние между отдельным instance объектом поменяв paint density с максимального значения это единица на 05 и теперь 0.1 и зажав shift мы можем удалить объекты сейчас общее количество instance объектов 3 кома 96000 почти 4000 теперь проведу кистью зажатым шифтом мы слегка убрали instance объекты это не очень заметно но как видно по показателям они сократились если нажав control за отвернуть то появится убранные инстансы и будет заметна разница это при максимальном значении и райс density единица установлю 05 количество удаляемых объектов стало выше вернув все как было с помощью control z и при нулевых параметрах раз дэн сити зажатым шифтом кисть стирает абсолютно все верну параметр paint density на максимальное значение ниже идет опция single instance мод позволяет разместить одну копию объекта в данном случае получится один стул и зажимая shift не получится удалить объекты опция правее изменяет режим размещения это если вы используете single instance мод и заметьте при использовании single instance мод настройки кисти недоступны place in current level размещать на текущем уровне это если на сцене их много например когда создано много уровней с помощью world composition ниже находится filters тут мы отмечаем галочками типа объектов на которых допустимо размещение инстансов то есть то что мы размещаем с помощью кисти вот этой сферы если отключим landscape то мы уже не можем ничего размещать по поверхности landscape а при этом стоит галочка static mesh знать что мы можем размещать растительность ну или все что вы поместите сюда по трехмерным моделям reapply применить настройки какому-либо инстансу у каждого instance объекта есть свои настройки например расстояние на котором они располагаются друг от друга но что если вы хотите поменять расстояние у тех инстансов которые уже расположены на сцене тогда выделяете их с помощью инструмента reapply и получайте доступ к их настройкам здесь ниже отмечаем галочками те опции которые хотим изменить например density плотность вместо единицы поставим 10 и теперь проведя кистью по инстансом меняем их настройки в данном случае это density соединиться меняется на 10 пустой области конечно же этот инструмент не работает и как видите плотность поменялась так же можно поступить допустим с радиусом теперь меняется радиус разброса также можем заменить инстансовый mesh например на этот кубик и как видите он поменялся везде потому что все что мы расположили с помощью инструмента fallage на сцене является одним массивом верну обратно модельку стула перетащив ее в mesh если в режиме place выделить созданный массив то выделиться абсолютно все что мы создали и все это также перемещается разворачивается или масштабируется тоже как единое целое вернемся обратно в режим fallage изменяем их настроек большое количество настройки мы подробно рассмотрим далее в этом уроке и заметьте что настройки инструмента реаплай сверху такие же как и в режиме paint который вам уже знакомы снова перехожу режим реаплай и к примеру если бы типов инстанцевых объектов было больше давайте добавлю парочку и отключу стулья теперь я наношу их перехожу в режим реаплай и выбирая тип стадик меша я могу изменять настройки конкретно его инстанса например возьмем эту лампу меняем ей плотность и и как видите все усеяно этими лампами при этом плотность кубов осталась такая как есть потому что его настройки мы не трогали теперь давайте все удалю чтобы вернуть все как было я просто выделяю его из моделит select выбрать мы можем выбрать конкретный объект из всего инстанса и перемещать его разворачивать масштабировать или удалять но при этом панель details не будет доступна потому что это инстанс объект то есть просто повторная копия одного исходного объекта здесь мы можем выбрать все то есть выделить на сцене select invalid выделяет все объекты из общего массива который находится не на поверхности а например над ней или в просто такое может случиться в процессе разработки например когда вы что-то передвинули для примера подниму парочку объектов я также могу выделить два стула зажав control и один опущу вниз deselect all снимает все выделения вот я снял все выделения на сцене находится парочка неправильно расположенных объектов я жму select invalid и выделяются только они move to current level переместить на текущий уровень это мы еще разберем подробней следующий инструмент это лассо отмечу галочкой landscape и могу выделить все объекты в конкретной области с помощью кисти теперь выбрав инструмент перемещения во вьюпорте можно перемещать выделенную область также как разворачивать или масштабировать также можно перетащить копию зажав alt следующий инструмент paint bucket заливка позволяет заливать полностью всю поверхность объекта тип которых вы можете наблюдать здесь в разделе filters и заметьте здесь нету landscape мы не можем заливать поверхность ландшафта только поверхности статик меж объектов bsp геометрии и самих элементов for each перемещено сцену парочку статик меж объектов и bsp геометрию и теперь щелкаю по объекту и по его поверхности располагаются инстансы на bsp геометрию почему-то не хочет размещать давайте перейду режим place и увеличу статик меж куб заметьте перемещая его также перемещаются объекты на нем нанесенные с помощью инструмента for each теперь щелкаем по его поверхности и заполняется вся его поверхность если удалить объект на котором была расположена растительность в режиме for each то растительность исчезнет вместе с объектом выберу обратный режим paint и теперь давайте рассмотрим окно типов растительности это куда вы добавляете объекты для расстановки помимо перетаскивания их из контент браузера их можно добавлять через от for each type который находится чуть выше нажимаем здесь в контекстном меню есть возможность создать новый ассет растительности выбрав его вид статик меж получит то же самое что мы перетаскивали из контент браузера из папки props здесь необходимо выбрать директорию куда будем сохранять давайте создадим новую папку правой мышкой new folder назову папку my fall each зайду в эту папку и нажму сейф как видим создался новый инстансовый меж находим папку my fall each в которой он сохранился это специальный ассет предназначены для создания инстансов с помощью будут предварительные настройки схожие с теми что в окне fall each и теперь перетаскиваем сюда любой статик меж объект в окно fall each мы перетащить не можем но можем перетащить сам инстансовый статик меж и как видно он появился это мы закроем и также можем нанести на поверхность как я уже ранее говорил это то же самое если бы я переносил статик меж перетаскивая его с помощью системы dragon drop только это вручную как вы заметили мы можем перетаскивать туда любой статик меж чтобы расставлять их случайном порядке по поверхности но перенести туда блупринт или частицы например искры или дым таким путем не получится поэтому жмем от fall each type выбираем класс актер fall each и теперь мы можем расставлять объекты класса актер также как статик меж перехожу в папку куда его сохранял my fall each и давайте создам какой-нибудь динамический блупринт который в дальнейшем мы будем расставлять возьму классический блупринт класса актер присвою ему название например fall hbp открою его и принесу в него объект пускай это будет куб теперь давайте про анимируем его с помощью таймлайна анимировать будем переменную float длина анимации будет составлять 2 секунды создам первый ключ зажав shift и кликнув левой мышкой у первого ключа буду значение времени 0 и волью тоже 0 теперь также зажатым шифтом создам второй ключ время 2 и волью 360 вернусь обратно в иван граф и скомпилируем и анимировать будем вращение выберу сет релэйте фротейшн и имя куба в скобках теперь раскрою его параметры и давайте про анимируем ось x присоединяю всю логику ивент begin play можем посмотреть как это работает во вьюпорте и теперь давайте зациклим эту анимацию нажав луп сверху можем поменять ось вращения например y ну или за это вместе с игрек как угодно здесь пока что все и теперь необходимо поместить наш blueprint созданный actor фоллэйч открывая его и в актер класс выберу его через поиск и вот наш кубик отмечаю его галочкой и уберу галочки у остальных чтобы был только куб теперь чтобы не заходить в игру но при этом чтобы все работало как в игре я просто выберу симулейт сверху где кнопка play единственный минус расстановки actor фоллэйч это то что при расстановке они располагаются не как инстанцевые объекты а как самостоятельные со своими индивидуальными настройками это равносильно если бы я их расставлял просто вручную и при большом наличии таких объектов на сцене они бы нагружали систему потому что необходимо было бы выполнять индивидуальный запрос каждому объекту мы также можем расставлять actor фоллэйч вместе со статик меж фоллэйч здесь статик меж фоллэйч располагается как инстансовый массив как одно целое у которого также имеются свои настройки в панели details это трансформ настройки коллизии так далее а actor фоллэйч по-прежнему существует как самостоятельный объект давайте это все уберу сделаю density поменьше у статик меж например 1 тут в этом окне также можно выполнять поиск по ключевым словам и настраивать вид отображения например параметр скейл меняет размер иконок и раздел палает view мод это тип отображений например лист это виде списка эта галочка отображает всплывающие подсказки в палитре оставлю только один статик меж и нажав правой кнопкой по нему откроется контекстное меню взаимодействие с ним сейф это сохранить это аналог дискетки верхнем правом углу деактивает это попросту снять галочку деактивировать соответственно активает активировать рана им изменить имя далее идет replace with это заменить существующие статик меж инстанции на другие обратите внимание как они расположены на сцене заменяем их на actor fallage это тот анимированный куб и происходит замена по тому же типу расположений при этом тот статик меж который мы заменяли исчезает нажму control z чтобы вернуть все шоу in content браузер отобразить в контент браузере и он отображает не именно статик меж а тот специальный ассет класс который создает инстансы с помощью указанного статик меж и и selection это выделение у актер fallage немного больше опций include non fallage actors интегрировать в общую массу данный actor соответствующим был принтом на текущий уровень или на все уровни это если их много exclude actors исключить этот actor из общей массы и еще можем сделать например вращение куба случайном порядке перехожу в был принт этого куба здесь я скопирую ноты сайты relative rotation из timeline выберу switch он int переключение с помощью интеджер переменной добавлю три выхода и подсоединю каждому один из нот трансформации и также не забудем подсоединить к этим нодам переменную это наш куб который будем вращать здесь все отсоединю и подсоединю значение которым анимируем это градуса вращения у каждой ноды к разным осям теперь с помощью подсоединяем и сюда переменной мы будем выбирать какую логику исполнять то есть какую ось вращать выбираю random integer in range рандомное число в заданном диапазоне у нас это от 0 до 2 то также впишем и здесь посмотрим как это выглядит наблюдаем что-то непонятное а все потому что с каждым тиком срабатывает случайный выбор и получается каждый раз анимируемые данные попадают случайную координату нужно просто переставить ноды местами отсоединю и продублирую каждый таймлайн control c control и этим самым я хотел слегка углубиться в таймлайн анимации чтобы исключить ваши дальнейшие ошибки blueprint уже отдельно разобран в отдельных уроках соединяем в таком порядке теперь вначале сперва выбирается какая ось будет анимироваться и затем анимируется индивидуально такая схема правильней как видим все работает этим самым я хотел показать вам что каждый blueprint расставленный инструментом fallage работает индивидуально и этот blueprint actor мы можем поменять на любой другой blueprint actor например blueprint с огнем сам был принт огня состоит из огня созданного с помощью частиц партикл систем и звука этого огня собственно вот этот огонь и просто использовать его с режимом fallage не получится необходимо создать blueprint actor и уже в него помещать этот огонь идем дальше теперь можем разобрать настройки каждого из типа растительности которые мы сюда поместили находятся они ниже собственно здесь сверху название этого static меша и правее мы можем скрыть либо раскрыть саму панель настроек в меш мы собственно выбираем сам меш затем класс компонента это instant static меш у был принта такого нет ниже идут настройки painting density это плотность радиус это разброс скейлинг это настройки масштаба uniform это стандартные это масштабирование по всем осям сразу в равных пропорциях free это свободные мы можем настроить каждую ось отдельно дальше идет вкладка placement за это все это расположение по высоте например сделаем максимальная 300 и минимальная ставим 0 теперь как можем наблюдать инстансом присваиваются еще и случайные высоты от 0 до 300 ниже идут настройки выравнивания и line to normal это выравнивание по углам плоскостей на которых будет располагаться растительность или любые другие объекты здесь ниже становится доступная вкладка и line max angle максимальный угол выравнивания опция random я у включает или отключает случайный разворот если отключить то все элементы будут располагаться ровно random pitch angle это случайный угол только по направлению спереди у объекта видите они немного наклонены ground step angle это угол расположения на поверхности давайте сниму z offset уберу random pitch angle и уберу align to normal и как видите теперь располагаемые объекты не повторяют изгибы ландшафта а с галочкой line to normal повторяют покажу на примере стульев у нас стоит галочка и line to normal и ground step angle 45 градусов это значит мы можем располагать объекты на поверхностях которые развернуты до 45 градусов если увеличить этот градус например до 200 то соответственно мы можем размещать растительность на поверхностях до 200 градусов теперь я поставлю line max angle 10 мы все еще можем размещать объекты на поверхностях 200 градусов но при этом их максимальный разворот это 10 градусов как видите они располагаются как бы не по поверхности потому что установленный параметр и line max angle в 10 градусов не позволяет сделать этого при нулевых параметрах line max angle это опция ничего не ограничивает и при отключении line to normal они все также располагаются как и в предыдущих вариантах но как бы не огибая рельеф и хайт это допустимая высота расположения и при показателях ground step angle 180 градусов можно наносить объекты как на стены так и на низ объекта а при масштабировании растительность также растягивается вдоль поверхности и повторяет угол разворота небольшая тонкость при включенной физике объекта растительность на нем не держится обратно переключусь на статик меж дверного проема и продолжим отключу рандом йоу далее идут инстант сеттингс мобилить выбираем какие будут объекты статические или подвижные и ниже идет одна из важнейших настроек call distance это дальность прорисовки устанавливаем например 1000 и объекты будут прорисовываться на расстоянии 1000 юнитов то что за пределами исчезает это очень хорошо для оптимизации касс шадов отбрасывать или не отбрасывать тени не ждут настройки теней коллижен процесс это вид коллизии по умолчанию она отсутствует можно выбрать любой просто коллизии и физик с этом физический материал он не визуальный а влияет на такие показатели как трение или упругость и так далее это фоллэйч практически идентичные настройки итак мы разобрали как работать в режиме фоллэйч теперь я покажу как устанавливать сторонние рисунки ресурсы например трава или деревья чтобы создавать природу в открытом мире переходим в эпигеймс лаунчер unreal engine магазин в английской версии это marketplace и в поиске делаем необходимый запрос например мне нужны модели травы это грязь переходим по запросу далее сортируем по ценам выбираем в сорт buy price low to high цены отсортируются от низких до высоких вот сперва идут бесплатно и затем цена начинает расти выберем что-нибудь из бесплатных мне нравится вот это здесь смотрим какие версии движков поддерживают данный ассет урок был создан на версии 424 поэтому данный ассет подойдет здесь нажимаем free или add to cart это роли не играет это одно и то же но проще нажать на free тогда сразу появится кнопка добавить к проекту вот мы добавили это к себе в библиотеку и можем сразу добавить эти ассеты к проекту вот так это выглядит теперь добавим деревья переходим по запросу 3 сортируем возьмем вот эти ели кстати от того же автора добавляя их к своей библиотеке теперь перехожу библиотеку вот они но чтобы долго не искать всегда можно воспользоваться поиском жму добавить к проекту и выбираю необходимый проект ассеты скачиваются и устанавливаются кстати если навести на знак восклицания в иглу иконки будут показаны поддерживаемые версии движка также добавляем траву и у ассетов которые вы установили в проект будет отображаться занимаемое место размер кэша открываю проект тут в директории контент появились две новые папки одна с деревьями другая с травой внутри располагаются все необходимые ресурсы сами модели деревьев зачастую вместе со скаченными ассетами идут демонстрационные карты и перед первым открытием их придется подождать пока скомпилируется все шейдеры на этой карте а это может занять большое количество времени эти деревья также имеют анимацию но она не работает пока компилируется шейдеры спустя 10 тысяч шейдеров можем посмотреть на их разновидности очень удобно что каждая моделька подписано своим именем так будет проще ее найти вот как выглядит скачанная трава шоурум левел позволяет посмотреть и затем выбрать под название то что вам больше понравилось итак за кадром я создал используя world composition отдельный уровень с горным рельефом горный ландшафт создавал с помощью инструмента скульпт используя большую кисть и затем маленьким размером кисти создал рельеф на этих самых горах это можно легко понять если заглянуть на заднюю сторону горного массива затем с помощью инструмента paint я раскрасил текстурами этот ландшафт сам ландшафт состоит из четырех уровней чанков и все это находится в одной папке world вместе с материалом на горный массив и наложил текстуру базальта с масштабом 70 теперь на этом ландшафте мы можем создать растительность все эти темы мы подробно разбирали в предыдущих уроках чтобы облегчить себе работу с подбором нужной растительности я присоединю к этому уровню уровне шоу-рум из скачанных ассетов я просто и скопирую в папку world с помощью control c control в и переименую вот они уже отобразились в окне levels теперь просто прогружу их здесь много лишнего уберу в этих уровнях sky сфер и освещение нахожу освещение по запросу light и удаляю его также убираю sky сфер просто щелкнув по ней в любом месте теперь обратно перехожу в мейн-левел и прогружаю эти уровни вот они перемещу куда-нибудь в сторону прогружаю остальное и вот эти два уровня с необходимой растительностью перехожу в режим fallage и теперь необходимый вид растительности можно будет легко найти с помощью названия и чтобы по многу раз не перемещаться в эту область дабы посмотреть название поставлю букмарк это слот сохранения координат камеры сделаю на цифру 1 и теперь сместив камеру нажимаю единицу и перемещаясь в нужную область все теперь можем приступить к дизайну уровня начнем с деревьев возьмем эти халф 01 02 03 это деревья с именем халф 01 02 03 04 заходим в папку с этими деревьями меш из выбираем папку халф здесь есть два вида этих деревьев low и high это низко полигональные и высокополигональные между ними разница в полигонах небольшая например в хай 20000 полигонов а в лоу 16 тут разницу незаметно перекидываю все четыре варианта фоллэйдж здесь нам предлагают сохранить instance ассет с настройками фоллэйдж тайп сохраним в папке ворлд ищем подходящее место на ландшафте активирую необходимую растительность можно взять кисть побольше и лучше уменьшить по интенсити все равно получается слишком плотно поэтому возьмем 0,01 или можно изменить дэнсити конкретного объекта в его настройках а и и Вот такой лес у нас получается Также можем взять такие елки Они называются Full Ищем папку Full И также их закидываем Отключим предыдущие деревья Поставим Paint Density 1 И в настройках конкретного инстанс объекта в Density также поставим 1 Но как мы видим, у нас не получается наносить растительность А все потому что инстанс ассеты не сохранены Иногда так может потребоваться У тех деревьев, где сохранены ассеты, дискетка тусклая Поэтому сохраняем их И можем наносить Теперь займемся травой Мне нравится третья композиция Она состоит из двух видов растительности Это травы и ромашек Поэтому смотрим Локация Grass Height 0.3 Тип 2 Получается 0.2-0.3 Вот она 0.2-0.3 И различные варианты для разнообразия Чтобы каждый раз не перекидывать эти модельки Можно просто их выделить в большом количестве, зажав Shift Также для композиции я возьму ромашки Это Flowers Тип 3 Вот они В двух вариациях Здесь я дезактивировал ненужное И активирую нужное И теперь выделив необходимые компоненты Зажав Shift Я сделаю у всех параметров Density 70 Но можно конечно делать погуще Теперь у травы, например, 100 А у ромашек 10 Продолжение следует... Давай теперь запечем свет Теперь смотрите Каждая растительность принадлежит своей зоне Своему чанку, на которой она находится И вот если сделать какой-то из чанков текущим Make current или просто двойным щелчком Смотрите Сейчас у нас текущий уровень тот, что слева Берем инструмент выделения Выделяем какую-то область Причем мы не можем это сделать на другом чанке Теперь делаем текущий уровень Тот, что правее И нажимаем Move to current level Теперь растительность первого уровня принадлежит второму Но если нажать Select All То выделится абсолютно вся растительность То есть независимо на каком она чанке Теперь при выделении в режиме Place Уже видно, что эта область принадлежит другому уровню Это также можно сделать и вторым способом Выделить необходимое в режиме Select И кликнув правой кнопкой по нужному чанку Выбрать пункт Move Selected Fallage to Level Вот так можно перемещать растительность между уровнями Это также заметно, если отключить первый чанк И также если перейти в режим Paint Смотрим у нас сейчас Current Level Это Level 02 Вот этот Но мы будем рисовать на другом С галочкой Place and Current Level Размещать на текущем уровне Разместим здесь немножко травки И как видно при отключении второго левела Исчезает и трава, что мы нанесли Обратите внимание на тени При удалении их детализация уменьшается И на более дальнем расстоянии Срабатывают лоды Детализация деревьев уменьшается И также детализация теней И деревья становятся плоскими Это последний уровень лод Я напомню Лоды настраиваются Непосредственно в редакторе самого Static Mesh В панели Details То, что деревья плоские Легко понять, посмотрев на них сверху Внимательно посмотрите на них с высоты И при максимальном отдалении Исчезают все тени Теперь давайте найдем Static Mesh Тех деревьев, которые сейчас на сцене Вот они 4 И поставим галочку Enable Density Scaling Это масштабирование плотности Так из окна в юпорту Вы это не сможете увидеть Необходимо запускать Либо с помощью Simulate Standalone Game Или Selected Viewport Перед стартом лучше убрать этих персонажей Из шоурумов Открываем консоль на тильду И пишем там такую команду Forage Density Scale И какой-то параметр От 0 до 1 Например 0.3 И видите плотность изменилась И единица максимальное значение Если поставить двойку То будет засчитано как параметр единицы И как видите при запуске через Simulate Это также отображается При отключении этой галочки Это перестает работать Ну вот и все Осталось для полноты картины Добавить только туман Перехожу в режим Place Visual Effects Exponential Height Fog Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и все Мы закончили разбирать Способы создания растительности И теперь можно переходить К следующему уроку Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok